Всем привет! Решила я сделать косметичку с фермуаром. Еще никогда не делала. И вот решила попробовать. Что у меня получится пока еще сама не знаю, но вы уже видите на обложке моего видео. Вот это вот остатки штор. Я очень люблю шторы. Они часто бывают длинные и их подрезают. И вот эти вот обрезки достались мне. Кстати, ткань красивая очень. Вот эта более плотная будет вверх. А вот эта будет подкладка. Итак, начнем. Сначала я начертила схему моего косметичка с фермуаром. Как я это делала, я покажу отдельно в следующем видео. Так как процесс достаточно долгий. После этого я перенесла схему на ткань. Ну, она чего-то меня не вдохновила, плохо видно. Я взяла тоже самый мой маркер, голубой водорастворимый. Выправку я сделала с припуском 0,6 см. Это основа моего кошелечка. И подкладка. Она у меня будет двухцветная. Подкладка должна быть где-то на полсантиметра меньше, чем вверх кошелечка. Чтобы она-то не мешалась и хорошо легла. Некоторые делают ее совсем без припусков. Я ее сделаю с припусками 0,3 мм. То есть, в основе 0,6, а в подкладке 0,3. Все выкроила. И обратите внимание, подкладка у меня состоит из двух частей. А вот основа моего кошелечка. А чтобы лишний раз не сшивать дно, я выкроила сразу одной целой частью. И дно уже сшито. А подкладка из двух частей. Далее я достала свой выштый цветочек. Он у меня будет здесь, в центре моего кошелечка. И долго думала, как его туда пристроить. Вариантов у меня было несколько. И сейчас я покажу, что я придумала. Итак, как сделать такую аппликацию. Прежде всего, берем саму аппликацию. У меня этот цветок вышитый на Лугане 25. Потом я вырезала точный круг по размеру этой аппликации. По размеру моего цветочка. Немножко разбавила клей ПВА с водой. Обработала края этого круга, этой ткани. Только самый-самый край этим клеем, чтобы ткань не посыпалась. Потом взяла дублерин и приклеила его тюком сзади. И края обметала вручную, швом назад, золотой ниточкой и вот такой вот ленточкой тоненькой. И вот что получилось. Вот такая вот аппликация. А можно, конечно, было посадить все это и на фетр, а не на фрезерин. Приклеила с помощью утюга дублерин. Просто прогладила. А теперь буду сшивать. Сделала подкладочку, сшила ее и основную часть. Сейчас разглашу швы и буду сшивать окончательно, пришивать в марчик. Сшила, вывернула и оставила незашидным вверх. Сейчас я его сошью под данным швом и пристюжу застежку, мой фермуарчик. А потом я пришила фермуар. Вот. Швов был виден. И я пришила вот эту ленточку, закрывая его. Открывается он хорошо и легко. И, собственно, вот что у меня и получилось. Это мой пробный кошелечек. И он уже у меня готовый. Я его осталась очень довольна. А вот покажу еще вблизи. Как я уже говорила, этот кошелечек у меня первый и пробный. И в самое-самое ближайшее время я сделаю еще один кошелечек с фермуаром. Вот я уже его вышила. Вот что у меня получилось. Вот такой вот узор. Фермуар уже пришел. Завтра ее получу. И вот такая вот красивенная ткань. Ткань очень красивая. Это для подкладки будет у меня. Такой винтажный узор. Так что скоро я сделаю еще одну косметичку. Скорее всего, это будет моя следующая, которую я вам покажу. Я уже как-то говорила, что планирую вышить не одну, а несколько косметичек. И вот одна из них будет в украинском стиле. А пока я очень, конечно, рада что-то показывать. У меня есть вот такая вот книжка. Ну, пока это все, что есть. И планируется наводиться таким вот узорчиком. Одна из сторон. А почему этот узор? Потому что это Киевская область. Именно поэтому я его выбрала. Я из Киева. Но вторая сторона, а скорее всего, будет немножко другой. Но это мы уже там в процессе посмотрим. И еще у меня есть вот такая вот бисерная косметичка. Которую я тоже уже начала делать. Так что скоро у меня будет много косметичек. Ну, на этом, наверное, все. Все остальное в следующих видео. Подписывайтесь и ставьте лайки. Всем спасибо. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok